Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Романюк Александр и сегодня я покажу и расскажу про обрезку плакучей лиственницы и других плакучих форм. Вот это лиственница летом. Плакучие растения это растения, у которых рост основных ветвей значительно опережает их одревеснение. Отсюда проистекает их плакучесть. Они не карлики, они сама затеняют себя, поэтому внутри кроны всегда полно слабых отмирающих и мертвых веток. Сухие ветки обычно темнее, ломкие, живые ветки гибкие. Из этого вытекает необходимость внутренней прочистки кроны. Это уменьшает вес, продуваемость кроны, что снижает опасность поломки и выворота кроны. Плакучих деревьев довольно большое количество. Это лиственницы, ивы, яблони, крабы, буки, вязы, рябины, ясени, березы и даже дуб. Березу и граб следует обрезать осенью, так как весной они истекут соком. Плакучая ива киломандрок следует обрезать после цветения. Так она очень красива в цветении своими сережками. Остальные растения обрезают в феврале-марте, чуть раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очень часто плакучим деревьям делают каре, но лично мне больше нравятся деревья, сформированные более естественно. Внутренняя прочистка плакучих форм также облегчает наблюдение за фитосанитарным состоянием. Грибы, насекомые продуктивно обработать густые кроны от щитовки хермеса довольно проблематично. Корректор А.Кулакова У лиственницы очень часто накапливается очень много опада. Здесь его еще не очень много. Вот такая лиственница получилась после обрезки. Фото до, лично мне, а я думаю и вам, нравится больше. Но все очень быстро изменится с началом роста. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Процветок. Всего доброго.